Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи! Революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, сверхшилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живём по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать своё мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, высказать, высказать. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете «Радио Народная волна» на частоте 14.30 М99,1 ФМ. На нашем веб-сайте radio-nvc.com и на нашей страничке в Facebook. А кроме того, на нашем канале в YouTube. Там уже вот я смотрю наши радиослушатели, постоянно подключаются и с Израиля, и со всего мира. Привет всем! Не забывайте, бесплатное приложение для ваших айфонов, айпэдов, ну и те, кто в дороге, у кого телефоны операционные работают на андроидах, просто через браузер зайдите на наш веб-сайт radio-nvc.com. И вообще, наверное, совет такой, что если вы чувствуете, что у вас радиосигнал как-то либо прерывается, либо не очень достает до того места, где вы ездите, сразу же на телефоне набираете приложение radio-nvc, и вы нас слушаете прямо вот в прямом, как говорится, в трансляции. Да. С чего начнем? Ну, во-первых, еще раз поздравляю дебилов, которые голосовали за Притцкера, а иначе я их назвать не могу. Ну, какой здравомыслящий человек будет голосовать за политика, который говорит, я тебя наклоню и вытащу у тебя из кармана деньги? Нормальный здравомыслящий человек? Те, из чего кармана эти деньги не выходят. А мы знаем прекрасно, кто это такие. Ну, к сожалению, да. Да, и очень много и тех, из чьих карманах таки тащат и будут тащить, и они просто не понимают этого. Ну, в общем, поздравляю, значит, с первого числа вы будете платить теперь налог на... Ливы, а мы. Да, вернее, мы все будет. Но мы-то хотя бы не голосовали за этого, негодяя. А вот те, кто голосовал, значит, налог на бензин 38 центов на галлон, бензин и так в цене подскочил в преддверии вот этих всех дел. А кроме того, еще Кук Каунти и другие муниципалитеты могут повышать еще на 3 цента, накинуть на галлон свой налог. Ну и кроме того, каждый год будет индексироваться. То есть, если есть инфляция, там, скажем, 3 процента, это нормально. А даже если нет инфляции, все равно будет индексироваться. Так что ваши кошельки открыты, приготовлены, и до последней копеечки вас будут драть, вернее, драть будут нас всех. Но спасибо вам, дебилы, еще раз, дебилы, самые настоящие. Говоря о налогах, причем не только в Валеносе, дебилы. Вот я смотрел фрагмент, я не мог смотреть дебаты вчерашние. Но вот я тебя отсмотрел от первой минуты, вы сейчас поделитесь. Вот то, что я видел, когда модератор задал вопрос, кто из вас поддерживает... А, поднимите руки и подержите их немножко, чтобы мы увидели. Если вы за то, чтобы предоставить бесплатную медицину нелегальным иммигрантам. Единогласно. Все до одного клоуна, которые стояли на сцене, подняли руки. Но с этими мне все понятно. Это леворадикальное отребие, такое отборное леворадикальное отребие, которое вырвалось вперед. Но то, что зал взорвался овациями, это такие же дебилы, которые здесь голосовали за Притскера. Но Толик правильно сказал, что там республиканцы сидели. Нет, понятно, что не республиканцы. Но неужели уже среди демократов не осталось людей, у которых хоть немножко мозгов есть? Осталось, но их очень мало. И они туда не пошли. И они туда не пошли. Ты считаешь, что в этом зале сидели хотя бы один случайный человек? Или там сидели все нелегальные иммигранты? Ну, я уже, я не знаю, они же по-английски не понимают. Но, по крайней мере... Ну, и даже там отмашку дали, они сделали. Вот, вот, вот. Срежиссировали. Поверь мне, что это было срежиссированием. Потому что, если ты слышал, как оно взрывалось, спонтанно так не взрывается. Послушай, у меня... Спонтанно начинается хотя бы с одного хлопка, потом подхватили, а тут прямо волна. Ты знаешь, у меня есть соседи, они эмигрировали из Аргентины. Давно, очень давно. Такие закоренелые демократы. И вот буквально несколько дней назад я с ними беседовал по поводу вот всех этих вот дел на границе, нелегалы, которых называют undocumented. И она настолько возмущена вообще всем, что происходит здесь. Она рассказывала, как она сюда приехала. Я рассказывал, как я приехал. И, в принципе, очень много нормальных демократов, которые не поддерживают ни вот этот медикер для всех, они понимают, что это такое. Ни вот эту эмиграцию нелегальную, которые вчера, позавчера, как они кричали, что открыть границы и всех сюда пустить. Ну, дойдем до этого. Давай мы скажем такую вещь. Ну, когда-то, когда мы приезжали сюда, там, в 70-х и тогда, за нас оплачивали еврейские общины. Не государство, а именно еврейские общины. Типа ХИАС, ну и так далее. Теперь, потом, когда мы начали вызывать сюда своих родственников, появилось такое понятие, как пароли. То есть, по паролю, как говорится. Что это значит? Это значит, что мы, уже живущие здесь, должны были дать гарантию того, что в течение пяти лет люди, которые сюда приедут, наши родственники, не будут пользоваться никакими льготами от государства. Никаких welfare, никаких disability, никаких social security и так далее. Мы давали в этом подписку, и они не могли этого получить. Это называлось гарант, помнишь? Ну, гарант или пароль, да, пароль. Пароль, это статус, по которому въезжали. Это уже не рефюджи, а это пароль. Теперь, у меня вопрос, почему, когда нормальные люди въезжают, они пять лет должны корячиться сами по себе и как-то выживать, а пересечав границу нелегально, ты сразу все получаешь? Потому что, наверное, нам нужно было тоже вот подождать немножко и сделать то же самое. Переходить через Мексику? Через Мексику. Как-то через Мексику, но зато все бесплатно. То есть, люди, которые нарушили закон, да, кстати, они там тоже проголосовали, все подняли руку, что это не считать криминальным нарушением. Нужно идти криминализовать. Да. Вот это нарушение границ. Нелегальный переход границ. То есть, люди, которые нарушили закон, которые находятся на территории США нелегально, они будут иметь право получать бесплатные бенефиты, которые будут оплачиваться людьми, которые здесь легально, которые здесь родились, которые работают и платят налоги. Но проблема же вот в чем, что, Сережа, они когда пересекли границу и сказали, мы хотим убежище у вас получить, все, они уже легально здесь находятся. Вот в чем проблема. Это вот тот закон, на изменении которого настаивает президент Трамп. Естественно. И который демократы ни в коей мере не хотят принять. Давайте послушаем. Добрый день. Мы вас слушаем. Алло. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, во-первых, спасибо за то, что вы называете вещи, и не только вещи, своими именами. А во-вторых, вот откуда источник? Источник вот этого перехода через границу. Отсюда идет и дальнейшая их поддержка. Ну, как это вдруг столько народу могло организоваться и бежать? Это просто непонятно? Электорат? Да. Им же нужно это голосовать. Это правильно, это понятно, но, то есть, это, конечно же, это не спонтанные переходы, это все организовано, это проплачено, проплачена транспортировка через всю Мексику, ну и так далее. То есть, у них цель одна, главное, попадите ногой на землю Америки. Все. Вот это ваша задача, остальное мы о вас позаботимся. И вот поэтому они тянутся. Слушай, вчера один, кстати, правильно сказал, я вот после дебатов, я продолжал смотреть вот этих дебилов. Спиннинг, а. МСНБС, это вот ТАД, ЧАК, ТАД и вот эти все дела. Правильно сказали, послушай, а почему бы им сюда не рваться, если им светит бесплатная медицина, бесплатное образование, бесплатное проживание. Коммунизм. Абсолютно все бесплатно. Где они у себя в этом гадюченьке получат такой, причем они же там социализм строили. Строили, строили, наконец построили. Теперь бегут сюда строить социализм. Теперь бегут сюда. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. У меня к вам, я долго не сдержу, три вопроса. Два вопроса к вам, Сергей. Первое. По поводу недавнешнего, когда был должен быть после сбитого иранцами беспилотника, должен был быть нанесен гад по соответствующим точкам, так сказать, взять день там, который был отменен буквально там за короткое время до этого. По моим сведениям, вы тоже, наверное, знаете, что в принципе кто-то из бюрократической, госгиповской приблизительной структуры сообщался с иранцами и сообщил, по каким точкам будет произведено. Поэтому, по-видимому, было и отменено этот удар. Так вот, я хочу спросить, так получается, что главнокомандующий дает приказ, а в это время противнику сообщают из своего стана о том, куда это должно быть сделано. А следить в техническом отношении ничего не стоит, распиливать. Почему, так сказать, против этого шпиона, будем так говорить, не возбуждено никаких дел? Это первый вопрос. На мой взгляд, ну, во-первых, действительно так. Вы знаете, что и бывший министр иностранных дел Джон Керри, который ездил в Иран и наводил с ними мосты. Кроме того, с иранцами встречалась Дайан Файнстайн, которая рэнкен-мембер. Нет, Сергей, я здесь не буду с вами соглашаться. Почему? Потому что здесь уже идут военные действия, практически военные операции. И в этой ситуации все по-другому. Все понятно. Почему против них расследование не проводится? Потому что во главе ФБР стоит Кристофер Рей. Вы не против того, кто дал об этом сведении, куда должен быть? Да, я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю, о чем вы говорите. Я прошу прощения, можно я стряну на секундочку и задам вам вопрос. А откуда нам известно, что была утечка информации? Я где-то это... Нет, где-то, видите, вот где-то это уже не годится. Ну, это не афишировалось, в общем-то. Вот послушайте меня на одну секундочку. Когда... Вот вы меня простите, я уважаю вас, я знаю, что вы очень часто звоните. Но вы понимаете, заниматься дезинформацией, это плевое дело. Оно абсолютно не стоит выгодного яйца. Почему? Потому что вот если есть доказательства того, что кто-то дал утечку, и мы знаем кто, и вот тогда задать вопрос, почему его не расследуют, это одно. А когда говорить о том, что я где-то там прочитал, что вроде бы как бы так бы, это уже не разговор. Я уверен, что если бы действительно была эта утечка, и если бы об этом знали, уже бы все левые СМИ об этом бы кричали направо и налево. Поэтому я думаю, что это где-то прочитал, действительно, Анатолий Прав, очень много ведь этих средств массовой информации, не центральных, а вот таких вот левых не в плане левых. Запускается утка, а потом эта утка распускается по всему интернету. Совершенно верно. Идем дальше. Второй вопрос. Второй вопрос, более насущный. По поводу выборов. Вот как получается, что вот происходит столько, и сейчас эти все эти обезьянные игры идут предварительные, которые закончатся там через 7-8 месяцев, может быть, и начнутся, так сказать, выборы. Так получается, что, и вы прекрасно знаете сами, вот, по крайней мере, по нашему штату, в избирательном участке не предъявляется никакого документа. Приходи, голосуй, кто хочешь. Это во-первых. А во-вторых, почему нет? Я никогда не видел, чтобы кто-то присутствовал, представитель оппозиционной партии, и наблюдал, так сказать, происходит нарушение или нет. А нарушение происходит масса. Получается так, что вот на протяжении, правда, это же убьется много-много десятилетий, а сейчас-то особенно актуально, в связи с ней договоры. Почему? Получается, что обе стороны, обоих власть, а партии, это устраивает. Потому что у обоих рыльца пушка. Пушка, да. Вот об этом-то и речь. Да, конечно. Ну так, а что-то... А все об этом знают и знали. Поэтому... Ничего не делается. Ничего не делается. А я вам скажу, потому что легче... Да, там делай, что хочешь. Дело в том, что легче закрыть глаза на это все, чем вот копать. И кричать об этом на каждом углу, но ничего не делается. И ничего все равно не изменится. Вот в чем дело. Конечно. Это во-первых. Во-вторых, я вам скажу другую вещь. Намного легче кричать, что в выборы вмешиваются иностранные разведки, хотя у тебя под носом в выборы вмешиваются нелегальные иммигранты. У тебя под носом, которых ты сюда привез. Не только иммигранты, еще и вмешивается подслужка. Вот и все. Еще и вмешивается подслужка вмешивается. По поводу сомалийского бывшего... Бывших сомалейцев не бывает. Бывших сомалийцев не бывает. Да. Она от Миннесоты, так сказать, обвинялась. Так вот, по закону Миннесоты сейчас ей предъявляются 6 пунктов обвинения. Я не буду перечислять. Да, да, да. Полжесвидетельство. Так вот, и по каждому пункту ей вроде как опять по пятилетке грозит. Но какое ваше мнение? Отмажут ее? Или это даст возможность, по крайней мере, выкинуть ее из пола этой цели? Думаю, это может. Если я не ошибаюсь, ее срок, как джунир, как ее конгресс-вумен, истекает вот в 2020 году. У нее будут перевыборы. Мне кажется, это мое личное мнение. Ей мягко предложат просто... Тихонечко. Тихонечко уйти. То есть пойдут на сделку, получается? Да, да, да. То есть они не будут открывать этот процесс, потому что это слишком... Слишком громко и не нужно им тоже. Ну, им не нужно никому это не нужно. Поэтому ей, я думаю, так, тихо предложат. У них есть еще одна, которая более-менее держится пристойно, в том смысле, что ее вроде бы не за что гнобить. Это вот Рашида Тлои. Вот им хватит одной. Да нет, если ее копнуть, ее тоже можно так сказать. Ну, значит, не подошло время. Да, копнуть. Вы же знаете, все, что нужно сделать, это больно наступить кому-то на мозоль. И все. Придет время, когда кому-то... Спасибо вам большое. А насчет вот этих слухов, ну, опять же, слухами земля полнится, но в таких вопросах нужно действительно ждать фактов каких-то. Тогда можно делать выводы. Спасибо вам большое. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Ну, во-первых, когда я прихожу голосовать на нашем прессингте, обычно сидит человек, которому можно, так сказать, пожаловаться и так далее. Больше того, вообще-то говоря, тот, кто руководит вот этим процессом, ему тоже можно сказать. И он, по крайней мере, со мной было такое, что была неправильная информация введена в базу данных при выборах в компьютерную систему. И я сказала им, и сказала, что я не буду голосовать на этом компьютере, пока вы не исправите. И они исправили. Позвонили куда-то и все сделали. Теперь второе. Значит, то, что республиканцы бьются, и достаточно давно знаю, что постоянно в списках присутствуют, во-первых, мертвые души и так далее, нелегалы и все такое прочее. Значит, насколько я помню, этот judicial watch этим занимался. И теперь списки просматриваются и переделываются, как бы есть закон. В Калифорнии, в частности, был принят закон такой, что они будут пересматривать через, не помню, 5 лет, 3 года, не помню это уже. Теперь, значит, насчет того, что не принимают, нет и идентификейшн. Тоже бьются республиканцы и давно. Был даже такой билл, который не прошел, чтобы идентификейшн везде, в общем-то, должны были предъявлять. Поэтому, да, бьются, просто об этом средствам массовой информации не сообщают, и большинство не знают. Спасибо. Спасибо. Когда были праймерис, меня действительно, меня не попросили показать айди, но когда уже были именно выборы, вот президента, меня попросили предъявить. Добрый день. Праймерис. Алло. Алло. Да, берите, пожалуйста. Добрый день. Вы меня, простите, вас абсолютно не слышно. Какая-то музыка на линии и шум. Проверьте, пожалуйста. На какой линии? А какая волна у вас? И где вы? 14.30. 14.30. Окей. Вы далеко находитесь от нас? Нет, нет, нет. Я в Виллинге живу. Окей. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Вот мы сейчас проверили, на самом деле, нам сказали, включили радио, идет чистый сигнал. Это значит, у вас что-то там сбилось, настройка, очевидно, на вашем радио. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу ответить этому господину, который говорит, что никто ничего не проверяет. Я жил долгое время в Нелсе, и сколько раз не приходил, всегда спрашивали у меня мои... Ну да, наверное, есть участки, на которых это делают, есть участки, на которых... Я живу в Мортон-Грови, то же самое. Кроме того, если этот господин хочет проверить, он может стать добровольно наблюдателем. Наблюдателем. Да, абсолютно. Спасибо большое. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, господа. Здравствуйте. Как так могло получиться, вот эти дебаты, которые действительно, что если хочет пойти вырвать, так нужно посадить, где был дебат. Вот это вообще-то, это позор на весь мир. Они переживали за вашу луду. Демократическая партия. Как так получилось, что, по крайней мере, в первый день, и во второй, о том, о чем они орали, кричали, драли глотки буквально неделю тому назад и раньше, ни слова про импичмент, ни слова про репарейшнс. Как же это понять? Что они хотят? Ну, дело в том, что это же были... Почему так произошло? Это же были дебаты между... Вы слышите нас, Алло? Без ничего удивительного. Ялокс, вы нас слышите? Да, да, я вас слышу. Дело в том, что это же... Я слышу вас в Индиане, так что я прекрасно вас слышу. Это были дебаты между кандидатами демократической партии. Они не должны были заседать по поводу импичмента Трампа. То есть, тут они должны были его топить по-другому. Про импичмент они не должны были говорить. А, кстати, насчет импичмента, если бы вы чуть-чуть послушали еще потом интервью со Свалвал, то он... Я не слушаю. Ну, вот, видите. А он абсолютно четко... Ему задали вопрос, что так и так и так вот вы постоянно топили за импичмент. Вы поменяли свое мнение? Он сказал, ни в коем случае. И сегодня, если бы было поставлено на голосование, я бы проголосовал за импичмент. Вот, пожалуйста. Да, просто замечательно. Да, да, да. Спасибо. Уезжайте аккуратно. Я говорю, еще раз повторяю. Вы знаете, это позор для... Когда в мире смотрят, они смеются. Они смеются над этим. Потому что это же полностью... Ну, весело было, правда? Я повеселился. Спасибо, Алекс. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Добрый день. Алло. Говорите. Да, здравствуйте. Алло, добрый день. Я вот хочу просто выразить свое отношение к выборам, потому что я живу в Виллинге. И когда были выборы, я голосовала на Хинтс Роуд, какая-то корейская церковь. Короче, когда я пришла и спросила, нужно ли вам показать какую-либо идею, они сказали, нет, нет, не надо. Короче, не спрашивали никакого идеи. Поэтому я не знаю, в каких-то районах, может, и спрашивают. У нас совершенно не спрашивали. Наверное, я так думаю, что это все зависит от состава вот этих выборных центров. То есть там больше демократов или больше республиканцев. Я знаю, что Buffalo Grove и Vernon Township, они спрашивают айди. А что, у меня есть такое право постоять и понаблюдать или посоветовать им проверять айди, есть ли у меня такое право? Вы можете заранее зарегистрировать. Вы можете заранее... Окей, я буду знать в дальнейшем. Спасибо вам. Всего хорошего. Всего добрый день, пожалуйста. Алло, Вадим. Вы все прекрасно знаете. Я не помню, что тут говорили. Так что смеяться тут нечего, здесь надо бояться. Я не помню, потому что если вы помните, Маккейна так пробросили левые СМИ, с которыми он заигрывал. Они его очень хорошо сделали, если ты помнишь. Буквально через пару минут вернемся. Так, говорим. Всего доброго. Всего доброго. С понедельника, по сути дела, да? С понедельника. С первого числа. Вот. Потом он подписал, это Притцкер, он подписал закон о том, что на 45 миллиардов будет чего-то строить. Вот мы тут попытались порассуждать. И что же такое он будет строить на 45 миллиардов долларов? В общем, денег в штате девать некуда. 21 или 23 новых налога и новых, или повышение ФИ на машину в 150 долларов вместо 100. В общем, как липок нас обдирают, народ валом уже из этого вонючего болота валит, бизнесу уходят. И они же все понимают прекрасно. Но вот те дебилы, которые за них, клинические случаи, ну просто невозможно. Какой же этот Притцкер, негодяй, сволочи, дурак. А, не дурак, дурак, это те, кто голосовали. А он совсем не дурак. Совершенно верно. Прекрасно знает, чего он там сидит. Возвращаясь к этим, которые вот предоставят бесплатную медицину. У нас по разным оценкам там от 11 до 25 миллионов нелегальных иммигрантов. Уже вчера называли другую сумму, Серега. Уже по разным данным до 40. Ну, кто знает. Никто же не знает. Никто не знает, никто же не считает. И не узнает. И демократы всячески настаивают на том, чтобы мы об этом не узнали. Верховный суд отказался рассматривать этот кейс. То есть опрос, который будет проводиться в 20-м году, администрация Трампа включила вопрос о гражданстве. На дыбы встали демократы в суды, подали в суд. Суд апелляционный, по-моему, сказал, что это нелегально, незаконно. Верховный суд сказал как-то там мудрёно очень. Не следует, да, что мне, нам не нравятся ваши аргументы. Аргументы, да, ваши не нравятся. В принципе, он не принял никакого решения. Трамп заявил о том, что он советуется со своими адвокатами с тем, чтобы перенести на более поздний срок проведения переписи населения, с тем, чтобы Верховный суд всё-таки... Рассмотрел. ...эту позицию, да, рассмотрел, принял своё решение, чтобы эта позиция, этот вопрос был включён. Потому что действительно непонятно. Понимаете, каждый из этих клонов, десяти, которые стояли на сцене вчера, заявил о том, что они, безусловно, выступают за то, чтобы нелегальным эмигрантам предоставили бесплатную медицину. Для начала. Бесплатную. При этом мы не знаем, какое количество нелегальных эмигрантов находится в стране. То ли 11 миллионов, то ли 25, то ли 40. Серёжа, это уже не важно, потому что за этим же последует следующий шаг. Бесплатная медицина для всех. Нет, ну, а мы сейчас... Я просто конкретно про это говорю, про эту позицию. При этом мы знаем, что по статистике на сегодняшний день за год к нам перейдёт через границу более миллиона человек. Потому что более 100 тысяч ежемесячно переходит границу. Ты слышал последнюю цифру? Я обалдел. Сегодня утром... 4,6 миллиарда? Нет. Последняя цифра была такая. С февраля по май, это ещё не включая июнь, уже произошло 546 тысяч задержаний на границе. То есть имеется в виду вот этих вот асайлл. 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 Да. Можете себе на минуточку представить? На сегодняшний день где-то я смотрел информацию, не буду утверждать, насколько она верна, но речь идёт о 18 миллиардах долларов, которые американский налогоплательщик тратит на медицинское обслуживание нелегальных эмигрантов. 18 миллиардов долларов. На минуточку. 18 миллиардов долларов. И, в общем, как вы себе представили? Я вообще не понимаю. Границы остаются открытыми. Потому что то, что сейчас заявляют, никто не выступает за открытые границы, никто не выступает за открытые границы. При существующем законодательстве у нас границы открыты. Они идут через границу, если они не утонули в реке или там в пустыне с ними чего-то не случилось, то они переходят и говорят, мы ищем убежище. Их принимают, а поскольку у нас нет негде их держать до тех пор, пока рассмотрят их кейсы, их выпускать. Потому что кейсы там около 800 тысяч, по-моему, в бэклак. И 25% из них потом вообще исчезает. А нет. По-моему, 90% исчезает. По-моему, 90% не является. То, что официально говорят, 25%, а неофициально неизвестно. Значит, это ужасно. То есть полтора миллиона человек каждый... На сегодняшний день от 11 до 40 миллионов уже в стране находятся. Они будут получать бесплатную медицину. Полтора миллиона каждый год будут переходить через границу. А может быть, этот поток будет нарастать. Потому что идут не только из Южной Америки, как выясняется. Идут из Африки. Ну, это же не только медицина бесплатная. Это и талоны на питание. Конечно, конечно. Это и материальная помощь, которая обходится в год. Я помню, как виск подняли, когда из какого-то детеншн-центра куда-то их вывезли и в городе выпустили. И либералы взорвались. Просто мозг взорвался. Как это так? Людей выпустили на улицы, не обеспечив им ни жилье, ни питание, ничего. Ну, а наши сердобольные некоторые адвокаты по-прежнему будут утверждать, что они нелегалы. Нам ничего не стоят. Они нам даже прибыль приносят. Они нам прибыль приносят. 18 миллиардов долларов в год на медицинское обслуживание. Вот сейчас очередной закон приняли. 4,5 миллиарда для того, чтобы зубные щетки купить. И для того, чтобы исправить ситуацию на границе. И они нам, конечно же, ничегошеньки не стоят. Я тебе больше скажу. Они же, когда сюда переходят, они же получают у нас работы, платят налоги, платят social security налог. Ты понимаешь, до какого абсурда нас... Да, до какого абсурда нас считают полнейшими дебилами. АРС официально подтвердил, что нелегальные иммигранты получили за прошлый год более 4 миллиардов возврата. Ну, вчера вот этот Джан Хикенлупер... Хикенлупер. Да. Он сказал, что нам нужна эта рабочая сила. Мы с удовольствием примем их в Колорадо. Это наше будущее. Травку пропало. Надо же марихуану как-то собирать. А что они еще могут делать? Вот марихуану пропало. Так вот, кстати, было интересное сообщение. Опять же, это было в Wall Street Journal. Значит, посчитали такую вещь. Вот эти все иммигранты, которые, даже если они получат так называемый Pathway to Citizenship, значит, кому в первую очередь их присутствие здесь будет угрожать? Это будет угрожать людям с низким доходом. Почему? Ну, потому что это люди, которые сегодня для того, чтобы заработать деньги, вынуждены работать на каких-то вот этих, ну, не... Неквалифицированных работах. Да. Значит, эти нелегалы приезжают сюда, забирают эти работы. Окей? А теперь, что происходит с теми людьми, которые должны содержать свои семьи за счет тех работ, которые они выполняют? Понимаешь? То есть, думают, вот самое интересное, действительно, думают о нелегалах и абсолютно не думают о своих собственных гражданах. Партия нелегалов, антисемитов, коммунистов, социалистов. Кто вчера кричал, Камала Херрис, по-моему, что у нас люди работают на двух-трех работах. Такого не должно быть. Все должны работать на одной работе. То есть, человек, который сегодня работает на трех работах, оставляет две и продолжает там свои восемь часов на 10-11 долларов в час. А тут еще и такое огромное количество конкурентов, которые на эту работу претендуют. Добрый день. Мы вас слушаем. Алло. Алло. Да, пожалуйста, приглушите радиоприемник. Ну, в общем, и траву косят, и машины чинят, и доктора, наверное, и дороги ремонтируют, и еще, наверное, что вы, тунеядцы, делать? Какое вы общество приносите пользу? Вы что-то умеете в руках держать? Вот там этот Павлик, или как его там, это по кухонным силам исключение какое-то, но это отдельная тема. Боренька, ну как, я лично плачу налоги, чтобы вас, Боренька, поскольку вы на диссабилити, чтобы вам жилось хорошо, чтобы вы имели возможность позвонить в эфир, брякнуть что-нибудь, попытаться сформулировать какое-то предложение. Вот так. Ну, я вам скажу еще одну вещь, я с удовольствием потрачу деньги из своего дохода на психотерапию для вас же, может быть, вас немножко успокоят, научат по-человечески разговаривать с людьми, научат по-человечески относиться к своим ближним, понимаете, вот, видите, и все. А я вам отвечу, что прежде чем задать такие вопросы, нужно подумать, а может, люди действительно умеют держать молоток в руках и еще кое-что делать? Вы же-то о нас ничего не знаете. Я, например, в Америке здесь уже, наверное, 5 или 6 профессий сменил, и поверьте мне, что одинаково хорошо все делал. Я уверен, что Толик за свои 40 лет тоже многому чему научился и делает это хорошо. Ну, я тебе скажу, чему я научился. Я научился разговаривать, общаться вот с такими людьми типа Бори, который забегает, что-то ляпнет и убегает. А я научился с ними вообще не общаться. Подальше от них. Слушай, мир состоит из многих людей. То есть, общаться надо с хорошими людьми, у которых хорошая аура, которые тебе предоставляют удовольствие и поднимают тебе настроение с плохими, не надо общаться. Ну, ладно. У них аура нехорошая. Бог ему судья. Да. Я о чем-то говорил, о чем-то насущном, существенном. Давай поговорим о том, что ты умеешь делать. Вот скажи, вот давай. Значит, Сережа, говорили мы об одном и том же. То есть, это налоги, это сколько нам будет стоить вот эта бесплатная медицина. Откуда будут браться деньги на бесплатную медицину? Значит, Берни Сэндерс, да, вчера мы все слышали, его просто поставили в такую позицию, где ему пришлось раскрыть немножко свои карты. И он сказал, что он будет облагать. Раньше он кричал, что налогом нужно облагать богатых. А вчера он четко и ясно сказал, что да, я буду облагать налогом средний класс тоже. То есть, люди, которые сегодня, как говорит Боренька, честно ходят на работу и что-то производят и что-то делают, не только для того, чтобы содержать его психиатрические эскопейды, но люди, которые действительно работают и что-то делают, они должны будут платить налог, получать меньше в том смысле, что ведь больше налога из их кармана, это меньше денег у них в кармане. Так вот, они должны будут работать столько же, как говорит Камала Херрис, каждый должен иметь одну работу. Но на этой работе они будут зарабатывать меньше, потому что налоги будут увеличиваться, а зато те, которые сюда пришли нелегалами, будут получать все социальные услуги. Дело в том, что он не просто сказал открытую, из него выдавили. Ему несколько раз задавали этот вопрос, и он все уходил от вопроса. Наконец-то он сказал, что да, будут повышенные налоги для миддл-класс, но это будет компенсировано тем, что они не будут платить за медицину. То есть, средний класс выиграет об этом. А вообще, я тебе скажу, мне кажется, он вчера просто вылил себе яму, вот тем, что он вчера сказал. Нет, он вчера ничего нового не сказал того, что он говорил раньше. Да, но он говорил, что бесплатная медицина, там, обучение. Но когда он сказал, мы повысим налоги на миддл-класс, мне кажется, он вырыл яму себе. А слушай, ну вот таких, как Боря, к сожалению, он же не один. Ему-то на самом деле по барабану повысят налоги. Ну смотри, вот позвонил Боря, да, и мы повеселились и посмеялись. Как весело. Вот без Боря было бы скучно жить. Абсолютно. Давайте еще раз позвонить. Ничего страшного. Если бы еще они не ходили, не голосовали, было бы замечательно. Я бы не против. Я только не понимаю, почему он тебя назвал Павлика. Может, мы тебе что-то и не знаем. Так вот, мы же говорим про психическое состояние. Ты же научился с ними общаться. Вот он позвонит и пообщаешься. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы поняли, что он сказал? Нет. А не важно. Он сказал, что опять за все расплатится средний класс. Никто богатых бать ничего не будет. Нет. Потому что то, что они возьмут, это, как говорится, у них на шпильке идет. А Янг вчера вообще сказал, всем по 1000 долларов в месяц каждому. А откуда деньги взять? А из Майкрософтов. Значит, уже посчитали, да? То есть, откуда вот эта была цифра 1000 долларов в месяц. 1,6 триллиона денег. Разделить. Будет уходить на 1000 долларов в месяц каждому. Только теперь у меня вопрос. Вот эти 1,6 триллиона, это же не те деньги, которые мы зарабатываем и мы их тратим. Это те деньги, которые идут в минус, в колонку минус. То есть, каждый год к нашему дефициту еще добавляется 1,6 триллиона. Но зато мы получаем по 1000 долларов в месяц. Теперь у меня вопрос. А как мы себе представляем вот всю вот эту систему, когда к нам придут и скажут, ребят, вы сегодня платите сколько? 23 процента, да? Ну, давайте где-нибудь процентов, как они говорят, 70. О, 70, это хорошо. Давайте 70 процентов. И будете получать 1000 долларов в месяц бесплатно. Понимаешь? А если мы, вот эти разницы в процентах составляют 2000, то что получается по математике? Значит, я получаю 1000, а из моего кармана достают 2. И получается, что после всех дел навар от яиц. Вот и все. Вот нам задают вопрос. Скажите людям откровенно, пожалуйста, какие законы еще существуют по поводу того, кто имеет право голосовать в Америке? Ну, в Конституции прописано, что имеют право принимать участие в голосовании, в выборах только исключительно граждане США. Это то, что прописано в Конституции. Дальше каждый штат принимает свои собственные законы. В одних штатах запрещено голосовать уголовным преступникам, неважно, отсидел, не отсидел. Некоторые штаты стали это положение менять. Принимать законы, которые позволяют голосовать уголовникам, а в некоторых случаях, прямо находясь в камерах, в тюрьме, да. Под дубинками надзирателей. Будешь голосовать за того, кого эти законы. И, в общем, а дальше я еще раз говорю, в каждом штате принимается свой собственный закон. Ну, например, в Калифорнии голосовать могут все, у кого есть водительские права. А водительские права выдаются всем. Выдаются сейчас нелегалам, легалам всем. И в Нью-Йорке. И в Нью-Йорке сейчас тоже. Скоро в Чихаго будет. Возрастной цен, значит, с 18 лет могут голосовать. Демократы сейчас пытаются эту идею протолкнуть, снизить возрастной порог до 16. Это вот те самые тинейджеры, которые тайт-падс жрут вот эти. Да, да, которые дышат в кулечке и жрут вот эти вот таблетки для стиральных машин. Да, и унитазы облизывают в знак протеста. В общем, то есть демократам на самом деле действительно они заинтересованы в том, что, во-первых, голосовали нелегалы, но популяция, которая совсем не обязательно учить английский язык и понимать, что происходит. И как вы заметили, этнические группы голосуют, будь то азиатский, будь то латинос, они голосуют блоками, будь то мусульмане, они голосуют блоками. Скажем там, латинос, их вот эту избирательную активность направляет такая организация, которая называется Ла Роза. Это такая российская организация. Расса, да, который выделяет свою собственную расу. И они голосуют. Кто финансирует эту организацию? У меня есть большие подозрения, что это наркокартели. Конечно. Мексиканские наркокартели. А что, Сорос тоже может отстегнуть? Ну, Сорос тут проводит другую операцию. Он сейчас назначает прокуроров по всем городам и весям. Он потратил огромное количество денег для того, чтобы протолкнуть либеральных прокуроров. Если ты послушаешь заявление тех, кого уже выбрали, ну, Факс. Да. Кимберли Факс. Да, да. Куккаунти прокурор. Которая связана с организацией Торос. 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 Торос, да. И вот таких прокуроров он проталкивает во всех городах и весях. Так что... Ну, ты понимаешь, Сережа, у меня вопрос немножко другой. Вот где гарантия у демократов, что все те нелегалы, которых они сюда притащили, будут голосовать за демократов? Потому что... Какой нелегал? Аня, объясняя, почему я спрашиваю. Потому что сегодня он нелегал. Они ему хотят дать возможность легализоваться. Чувак легализуется, получает хорошую работу. Я не уверен, что он получит хорошую работу, потому что, если ты посмотришь на массу, которая идет, это не инженер. Ко мне докторов и... Понимаешь, поэтому, скорее всего, даже если он получит право на работу, он будет работать за 10 долларов в час и получать от правительства чек, и он всегда будет голосовать за демократ. Мы продолжим этот разговор по Банчизинскому. Ну вот мы вернулись в программу «Народная трибуна». Телефон в студии, вы помните, 847-400-5200. Мы коснулись вскользь решений Верховного суда. Два решения. Одно такое не решение, решение. По поводу Дженри Мангрин, то есть передистрактирования избирательных округов. Да, перемена границ избирательных округов. Они сказали, что это не наше дело. Реструктуризация. Они сказали, что это не наше дело, это политики, кто победил на выборах в штате, пусть так они решают. Между собой. Это первое. А вот что касается сенсуса или переписи населения, это интересно. Некоторые наши оппоненты говорят, ну и что это, перепись населения должна быть просто вот количество людей. Я говорю, что это не совсем так, потому что за этим последствия есть. Скажем, если проведут перепись населения и выяснится, какое количество нелегалов проживает в стране, то, во-первых, некоторые штаты потеряют место в Конгрессе, а во-вторых, 18 голосов в избирательном этом колледже. 18 голосов, то есть в стране 18 человек, 18 человек, которые голосуют за того или иного президента, представляют интересы людей, которые являются гражданами другой страны, и к нашей стране не имеют никакого отношения, кроме того, что дают нашу страну. И нелегально здесь находятся. Это большое будет иметь значение. Это большое будет иметь значение по одной простой причине. Финансово. Потому что мы должны знать, вот, мы должны знать, я понимаю, что не обязательно быть именно гражданином страны для того, чтобы получать какие-то определенные льготы. Но мы должны знать, сколько человек, проживающих легально, для того, чтобы рассчитывать наши расходы. Те, которые нелегалы, мы не должны строить. Опять же, по понятию демократов, мы должны помогать всем. Но, в принципе, мы не должны помогать нелегалам. На самом деле, ну, и оппоненты говорят, а вот, а что касается постоянных жителей, ничего подобного. Мы были на протяжении пяти лет постоянными жителями. Никогда не пользовались ни одной копейки, никаких программ, ничего. Абсолютно. Ничего подобного. Мало, вот, их интересы не будут учтены. Ничего. Через пять лет, если заслужили, а это привилегия, быть гражданином США, это привилегия. Через пять лет, если не было нарушений, если все в порядке, человек станет гражданином. Там на следующих, на следующей переписи войдет список. И финансирование отпускается по разным штатам в зависимости от количества человек, проживающих на территории этого штата. Ну, как-то так рассчитывается некая формула, которая позволяет федеральному правительству отпускать деньги туда и сюда. Но если в Нью-Йорке в одном проживает 600 тысяч нелегалов, то почему граждане этой страны должны оплачивать услуги, которые получают эти нелегалы? Нет, нет. В Палате представителей должен быть представлен конгрессменам. На определенное количество. На определенное количество. Теперь, допустим, если в Калифорнии там 40 миллионов человек, если на 40 миллионов им дается, например, 18 округов, и 18 человек представляют штат Калифорния в Палате представителей, то если не учитывать, сколько из них нелегалов, если там 20 миллионов нелегалов, допустим, то есть количество представителей уменьшается ровно в два раза. То есть демократы теряют своих представителей в Конгрессе, в Палате автоматически в два раза. Вот почему идет борьба за нелегалов, потому что самое главное, чтобы были живые души, иногда и мертвые, но желательно живые. Есть уже кейсы, кто-то студент вот какой-то пойдет в тюрьму за то, что он регистрировал покойников, ходил по кладбищу и регистрировал покойников. Но при этом наши друзья будут говорить никаких, не бывает фальсификации в выборах, все это ерунда. Но вот в прошлые выборы уже даже официальные данные есть, что голосовало как минимум 3,5 тысяч нелегалов, у которых были водительские права, им были выданы. И в 15 графствах Калифорнии голосовало больше народу, чем зарегистрированные избиратели. Да, но это же было и в, по-моему, в Миннесоте и в Индиане, несколько случаев таких зарегистрирования. Ну, знаешь, игра слов. В мире не существует нелегальных людей. Нет, людей-то, может быть, и не существует нелегальных. А вот жителей нелегальных в стране еще как существует. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот я вас все слушаю, слушаю, вспоминаю. В 2012 году было сообщено, что во Флориде проголосовало избирателей на 150 человек больше, чем зарегистрированных. Так что ничего удивительного. В 23 штатах были обманы. Да. Ну, я вам спасибо. Я вам скажу, до сих пор Стэйси Эйбрун считает, что она губернатор Флориды. Амина Джорджи. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Пожалуйста. Мне очень нравятся ваши передачи, потому что они заставляют далеко-далеко мыслить. Вот это мы и пытаемся сделать. Это есть. Наушники сняла и говорю по трубке. Угу. Скажите, пожалуйста. Вот я задумываюсь после ваших передач. Почему в Советском Союзе, когда надо было поступать в институт, запрашивали всесоюзный допуск? Кто бабушка, кто дедушка, дорогие люди, после, кто и все. Кого можно допустить и кого нет. Почему этих легалов, допуская, не зная, кто они, только в соображении гуманности? Ну, во-первых... Я думаю, что через этих легалов-то есть, извиняюсь, я волнуюсь. Пожалуйста, пожалуйста. Попадают в наше правительство, так как некоторые... И вот только таким образом демократы могут погубить страну. А сейчас я одену... Это мой вопрос. Спасибо. Не хочу углубиться. Сейчас я одену мои наушники. И мне всего 95 лет. Вау! Вот это да! Чтобы нам были здоровы. Здорово, до 120. До 120 как минимум, а там посмотрим. Дальше будем желать. Ты знаешь, я не помню насчет вот этих запросов. Это, наверное, было давно очень. Наверное, было давно. Но я единственное помню все запросы, через которые мы проходили, все инстанции мы проходили и в Вене, и в Виталии, и медицинские проверки, если ты помнишь, и ждали интервью к этим консулам, и как все мигранты друг другу советовали, смотри, надо себя вести там так-то, и смотри, там, это скажи, это не скажи. Выходили после интервью и начинали кричать на друг друга. Как все секреты не раскрывай. Зачем ты это сказал? Он тебе задал вопрос такой-то. Надо было ответить так-то, так-то. И все мы дрожали над этим. И когда мы, кстати, приезжали сюда, если ты помнишь, мы прилетели этим Панем. Да, конечно, помню. И я до копейки выплатил все билеты назад, которые нам деньги одолжили. И еврейские организации нам помогли, мне дали тысячу долларов, лоун на один год, который я потом вернул. У нас здесь в Анкида. Давайте пример. Одна реплика по поводу нелегальных эмигрантов, которые поступают здесь в колледжи и так далее. В некоторых штатах приняты законы, которые налогоплательщики этих штатов оплачивают учебу этих нелегалов в высших учебных заведениях. То есть не дети погибших, там, скажем, военных, или в First Responders, а нелегалы имеют возможность учиться за счет налогоплательщика. Это, я считаю, безобразие. Поэтому лозунг America First вполне актуален. Но, к сожалению, для демократической партии нелегалы на сегодняшний день... Как вчера сказала Уильямсон, Трамп выиграл только потому, что он сказал Make America Great Again. Нам тоже нужно лозунг придумать, чтобы выиграть. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Меня зовут Юрий. Здравствуйте, Юрий. Извините, я только что включился. Так что, чем закончилось Верховному суде по поводу переписи? Это первый вопрос. Сразу отвечаю на ваш вопрос очень коротко, Юрий. Пока нельзя. Да, нельзя. Пока ничем. Пока ничем не закончилось. То есть, в силе остается решение ниши инстанции апелляционного суда. То есть, это считается... Вопрос не вносить. Да. Так, спасибо. Второй вопрос. Ну, известно, что обговаривал Трамп с Путиным. Да. А какой вопрос он решил с Путиным? Вам что-нибудь известно? Нет. Что его ли эта встреча? Ну, знаете, как говорится, они уже там были. Он встречался со многими. Поэтому, ну, так... Это же не была специально создана встреча где-то в нейтральной стране. Это было... Анатолий, прошу прощения, это вы мне отвечаете, да? Да. Когда Трамп попросил Путина вернуть моряков и суда, это осталось без ответа. И Трамп там какую-то встречу отменил. После этого Болтон сказал, что пока не вернут моряков и суда, встреча Трампа с Путиным невозможна. После чего Трамп все-таки ему позвонил. Ну, смотрите. Можно на официальном уровне. Юрий, вы понимаете... Довольно комплементарно он с ним. Не-не-не, дело не в этом. Дело не в том, комплементарно или нет. Дело в том, что Болтон, я уже говорил об этом, это чисто он ястреб, нагнетатель... Простите, речь не о Болтоне, речь о Трампе. Нет, речь идет именно о Болтоне, потому что это именно Болтон, который сказал, пока не вернут сюда, никакой встречи не будет. Трамп этого не говорил. А Трамп очень слушает Болтона, между прочим, в этих вопросах. Поэтому то, что говорит Болтон, особенно вот последнее время, нужно немножко относиться с такой, с опаской, потому что он явно нагнетает отношения. Он, в принципе, был всегда стервятником, и он даже нагнетает немножко вот эту вот обстановку, напряженную с Ираном тоже, между прочим. Поэтому то, что он сказал, он сказал, но Трамп этого не говорил. Трамп всегда... Анатолий, извините, еще раз. Мы все помним, что было в Австралии, когда Путин сидел один за столом. С тех пор Россия и Путин не сделали ничего положительно, только везде гадили, гадили, гадили. И внутри страны, и снаружи. И тем не менее, и после приняли, и здесь со всем встречаются. Вы понимаете, вы должны... Какое впечатление тяжелое? Юр, я понимаю, что впечатление тяжелое, я понимаю эмоции, но политика это не эмоции, политика это прагматика. И когда и существует такая страна, как Россия, с ядерным потенциалом, ее нельзя вычеркнуть просто из жизни. С ней нужно считаться, с ней нужно встречаться, с ней нужно пытаться как-то договориться. Как говорится, лучше плохой мир, чем хорошее сон. Да, поэтому с ним встречаются, поэтому то, что его приняли в ПАСЭ, вы же понимаете, что сегодня из себя представляет вот это ПАСЭ. Абсолютно ничего. Приняли и приняли. А вот то, что Трамп встречается с Путиным, это должно быть. Две ядерные державы не могут не общаться. Просто не могут, хотя многие считали бы, что вот лучше там, а что мы будем делать с Россией, что мы бомбить будем? Нет. Уже санкции сделали. Ну и все, сделали санкции, теперь давайте общаться. Анатолий, давайте же если он будет вас осмотреть и делать совершенно другое. Конечно. Если подпишет бумагу с вами, это ничего не значит. Хорошо, тогда что вы предлагаете? Я предложил бы, чтобы не терять лицо Трампа, стратегию непрямых действий. Те же санкции, что угодно. Чтобы понудить его каким-то действием. То есть два лидера самых крупных стран, ядерных держав, не должны встречаться по вашему? Ну, с этим ли, вот с китайцем можно, и не договориться можно. Ну, к слову сказать, Юрий, вы меня простите, но Китай на сегодняшний день представляет реальную угрозу и опасность для США, нежели Россия. Россия, у которой экономика на уровне Канады, и Китай, у которого экономика практически на нашем уровне. И ключевые позиции везде занимает, и базы свои строит, и редкоземельные металлы взял 80 или 90 процентов под контроль, без них ни айфон, ни компьютер не сделал. Понимаете? То есть и армию себе построил такую, что ой-ой-ой. Кроме того, вы должны еще послушать выступления военных лидеров Китая. Это совсем другие люди. Они действительно выступают против Америки, чуть ли не уже готовы начать с ней военный конфликт. Поэтому Китай это такой непростой орешек. И я думаю, что нам еще тяжелее с ними общаться, чем с тем же Путиным. Вы знаете, с Путиным все ясно, наложили санкции и действительно ждем, что будет дальше. А ничего не будет дальше. Но встречаться действительно с ним надо. Разница между Китаями... А, мы уже закончили. Все. Да, к сожалению, времени больше не осталось. Пролетело как одна минута. Ну, естественно. Спасибо всем. Будьте здоровы, хороших выходных. Субтитры сделал DimaTorzok